Человек, который, когда присутствует в карде М1, всегда закатывает крутые бои, крутые нокауты. Данила, привет, поздравляю с победой. Очень крутой нокаут. И первое, что хочу спросить, это уже вторая победа нокаутом подряд у тебя. Нет, не вторая. Это третья победа подряд. И нокаут из них было две победы из трех. И считаешь ли ты это заявкой? У тебя уже один был шанс подраться за титул, но ты его упустил. И сейчас считаешь ли ты это заявкой подраться за титул? Всем привет. Хочу, во-первых, поблагодарить за поддержку. По поводу заявки я не могу это рассматривать как заявка или просто бой какой-то. Для меня это моя жизнь, движение, мой рост. С каждым боем чувствую себя увереннее. Растут те бои, которые мне предлагает организация, я их принимаю. Никогда не выбирал себе соперников, не думал, буду я драться с тем или иным оппонентом. Поэтому, кого следующего предложит организация, будет чемпионский бой или не чемпионский, я его с удовольствием приму и покажу все, на что я способен. Следующий мой вопрос будет такой. Сейчас построили М1-арену и Вадим Григорьевич Фенкельштейн обещал, что турниры будут проходить каждые две недели. Это значит, что бойцы из роста М1 должны драться чаще. Сколько бы ты хотел боев провести в 2018 году и сколько планируешь? Сложный вопрос, потому что каждый бой – это отдельная подготовка, отдельная весогонка, своя специфика касательно оппонента, к которому я готовлюсь. Это постановка определенных задач, задач, будь то борьба или ударка, на что мы более делаем уклон. Поэтому я думаю, что в среднем минимум 4 боя в год можно проводить, максимум 5, при условии, что никаких сбоев в режиме, никаких травм, не будет ничего такого. Потому что все мы знаем, что сгонка – это каждый раз вмывание всего полезного из организма, и организм становится слабее, более хрупким, и может быть все, что угодно в нашем деле. Расскажи, что тебе закричал твой секундант после боя, потому что он так кричал, что показал, что это он победил на самом деле, а не ты. Это был мой старший брат, родной, он как бы биться гораздо проще, чем смотреть, как бьются твои родные и близкие, поэтому его возглас, возкрик – это крик родного человека, он за меня больше рад, чем я сам, возможно. Поэтому Бог дал, мы сделали. Когда мы твоего брата увидим в рейдже? К сожалению, не могу сказать. У него в августе было ДТП, он немного травмировал голову, и сейчас под вопросом, как и что у него с профессиональными выступлениями, но в будущем, я надеюсь, мы придем к тому, что он таки окажется в рейдже, или в ринге, или в клетке, где бы то ни было. Данила, ждем твоего следующего боя, это всегда украшение турниров, спасибо тебе большое. Огромное вам спасибо. Ставь лайк и подписывайся на канал, у нас много всего интересного. Ну а если вы хотите поддержать проект Вестник ММА, а нам сейчас как раз требуется новый микрофон, то милости просим. Реквизиты карты, на которые вы можете скинуть донат, смотрите в описании к этому видео. Реквизиты карты, на которые вы можете скинуть, смотрите в описании к этому видео.